Всем большой привет, дорогие мои зрители! И сегодня я хотела с вами поделиться таким моментом, как прозрачность. Бывает очень прикольно, когда делаешь на заднем фоне какой-то объект, и сзади какой-то объект, который размывается. Итак, у меня тут есть небольшой набор. И возьмем, допустим, палочки корица. И, допустим, я хочу, чтобы он, допустим, вот так стоял, и, допустим, он был размытый. Для кого, я думаю, не секрет, что есть размытие по гауссу. Да, и, в принципе, оно очень здорово работает вот таким вот образом. Проблема в том, что так просто его вроде как оставлять нельзя. Не потому, что здесь открытые пути есть, а потому, что растровые эффекты использовать в чистом виде нельзя. Это надо как-то обрабатывать. Поэтому, ну, лично я слушаюсь этого предписания, и я разбираю. Тут проблема, что у нас получается вставленное изображение, то есть оно становится растровым. Этого тоже, в общем-то, нежелательно. И поэтому необходимо делать либо трейс высокого разрешения, либо необходимо делать сетчатый градиент. Давайте создадим. Вот здесь вот сделаем сразу, давайте, группу, группировать. Вот эти палочки покрасим в белый. Все объединим. Вон, сделаем черный. Такая будет у нас история. Выходим из изоляции. И весь объект сделаем размытие в галузе. Такая же вот история. Получается, у нас один объект, вот этот вот. Ну, здесь, как я понимаю, сам иллюстратор сделает. И разобрать оформление. Теперь и здесь, и здесь. Давайте сначала вот это вот сделаем. Создать сетчатый градиент. И здесь давайте тоже создадим сетчатый градиент. Вот такая история у нас получается. Теперь накладываем белое поверх коричневого. Выделяем два этих слоя. И мы создаем маску. Теперь нам необходимо подогнать маску. Можно нажать просмотр. И вот спрятать границы. Тогда мы будем видеть, что происходит. Теперь можно, двигая маску. Мне надо спрятать все, что некрасиво. И показать все, что красиво. Выделяем нижний слой. Я зажимаю shift. И можно его чуть-чуть увеличить. А, мы увеличили полностью весь слой. Теперь зажимаем shift. И уменьшаем верхнюю маску. Видите? То есть, если уменьшать, оно... Ну, допустим, вот так. Переходим в основной объект, чтобы можно было вернуться в файл. Получается у нас вот такой вот объект. В чем плюс? В чем плюс? Это векторный полностью объект. Здесь нет растрово-встроенных изображений. Здесь нет трейса. Это полностью сетчатый градиент. Сетка проходит на стоке полностью. Сейчас попробуем выстроить композицию. И второй плюс, что даже если фон будет темный. Вот, видите? Прозрачность никак не мешает этому. Итак, я поставила сюда вот такая получилась у меня готовая композиция. Я ее сохранила, у меня получилось 17 мегабайт. Давайте ее откроем, чтобы перепроверить. Нажимаем ctrl-a. Смотрим открытых путей 0. Растровых изображений 0. И все нормально сохранилось. Ну, давайте перепроверим. То есть, если мы делаем другой фон, да, какой-нибудь темный, то видно, что прозрачность никуда не исчезла. Ну, вот и все, что я вам хотела в этом видео рассказать. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok